Здравствуйте! Вас приветствует телеканал Алмазный Край. Мы работаем для вас в прямом эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, в эти дни, 13 и 14 июня, в Мирном проходит большой экономический форум. Событие для алмазодобывающего региона уникальное. В рамках него в Мирном встречаются инвесторы, представители властей малого и среднего бизнеса. Те, кто напрямую заинтересован в успешном экономическом развитии района и республики в целом. Сегодня, 13 июня, проходит первый день форума. Уже состоялись первые обсуждения и деловые контакты. А мы тем временем продолжаем следить за всеми ключевыми событиями. Напомню, что проходят они сразу на нескольких площадках. Во Дворце культуры Алмаз, районной администрации и Мирнском политехническом институте. Там работают наши съемочные группы. Сейчас с нами напрямую связь выходит мой коллега Вячеслав Пилипенко. Вячеслав, добрый день. Расскажи, где ты сейчас находишься и что происходит рядом. Здравствуйте, Роман. Буквально минуту назад закончилась очередная сессия инвестиционного форума. Называлась она «Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса». Модератором выступала Ирина Сергеевна Высоких, министр предпринимательства торговли и туризма Республики Саха-Якутия. И она готова ответить на пару наших вопросов. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как Западная Якутия, есть у нее потенциал для развития и у Мирненского района в частности? Мне кажется, с такими активными людьми у нее определенно есть потенциал. Сегодня впервые, наверное, я услышала не только стандартные вопросы о том, когда будет у нас снижение налогов, когда у нас будет больше доступных кредитов под самые низкие проценты, а конкретные предложения, то есть предприниматели вносили предложения. То есть нам нужно под, например, газовые заправки разработать какой-то конкретный, понятный кредитный продукт, потому что у нас есть потребность их строить, но нет возможности на сегодняшний день финансовой и какой-то субсидии нет для того, чтобы развивать всю эту историю в районах. То есть здесь конкретные, понятные проблемы уже сформированы устами предпринимателей и есть конкретные предложения по коробочным решениям. Это очень на самом деле приятно, потому что уровень компетенции, я отмечаю, у бизнеса Западной Якутии достаточно высокий, но тем не менее мы их всех пригласили на акселераторную программу. Прямо сейчас они имели возможность одними из первых в Якутии пройти тест, отборочный тест для того, чтобы поучаствовать в новом акселераторе по туризму, который запускается буквально в июле. Скажите, пожалуйста, какую оценку вы дадите в общем форуму и нужно ли такие проводить и чем они полезны для предпринимателей? Я считаю, что такие форумы обязательно нужно проводить. Мне очень приятно, что в ближайшее время, буквально через несколько месяцев, мы здесь снова встретимся уже на площадке нефтегазового форума. Мы уже сейчас с бизнес-сообществом определили, на каких вопросах мы остановимся в следующий раз при нашей встрече. И я считаю, что вообще все зональные форумы, которые проводятся непосредственно в локациях, где предпринимательское сообщество не имеет возможности очень часто выезжать в столицу, участвовать в тех деловых событийных мероприятиях, которые мы делаем в Якутске, они необходимы. И у нас, в частности в Министерстве предпринимательства, есть график таких зональных форумов. То есть мы стараемся хотя бы раз в два месяца выехать в один из районов нашей республики и поработать на местах уже с бизнес-сообществом, представив все меры поддержки и максимально представить всех представителей институтов бизнеса. Получилось ли после окончания форума выделить какие-то конкретные проекты, которые понравились, которые увиделись сразу? Да, мне очень понравились все проекты, которые связаны с пищевой переработкой. По матери уловили тренд, который сейчас у нас есть на повышение качества, на экологичность продукции и на высокий спрос. Потому что сейчас предприниматель голосует уже не только рублем, но и тем, как продукт, который у него на столе, повлияет на его личное здоровье. То есть качество жизни сейчас немножко даже становится выше, нежели экономия. Поэтому мы за то, чтобы у нас предприниматели наши шли активно в пищевую отрасль. Сегодня мы увидели проекты как и в сфере мясопоработки, в сфере молочной промышленности, так и узкие направления, которые еще не очень развиты, но имеют большие перспективы, как, например, дикоросы. Скажите еще, в сфере туризма будет как-то развиваться Западная Якутия? Это ваше направление? Кому как ни вам надо об этом говорить? Мне кажется, есть очень хорошие перспективы для этого. В частности, город Мирный – это, естественно, промышленный туризм. Но я думаю, что есть все шансы развиваться также в сторону, возможно, там, сплавов, рыбалки и так далее. То есть есть недалеко ваше Вилюйское море, и оно не очень известно даже якутскому туристу. То есть есть все шансы для того, чтобы развить эту историю, сформировав хороший, понятный туристический маршрут. И отдать его нам в туристический информационный центр, который бесплатно, абсолютно распространит эту информацию по всей республике. А потом она уже выйдет из-за предела, возможно, если туристу понравится уровень также сервиса. А чтобы сервис был хороший, я еще раз приглашаю всех на акселератор по туризму. Спасибо, Ирина Сергеевна. У нас, к сожалению, время эфира ограничено. Мы с вами попрощаемся. Я напомню нашим телезрителям, что с нами была министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Сахая-Якутия, Ирина Сергеевна Высоких. А за ходом всего форума вы можете смотреть на нашем телеканале вдали в информационных выпусках. Спасибо, Вячеслав. Мы будем ждать еще новостей о ходе форума, а пока продолжаем. Сегодня предприниматели... Умеют ли сегодня предприниматели рассказать о своем бизнесе так, чтобы заинтересовать потенциального инвестора? Как оказывается, далеко не все. Поэтому данной теме в рамках форума отвели отдельную часть. Как правильно упаковать свой бизнес-проект? Об этом будут говорить на семинаре тренинги. Его проведет модератор секции бизнес-проектов и руководитель агентства инвестиционного развития Якутии Александр Кондрашин. По его словам, сегодня большая часть предпринимателей Республики не умеет правильно подать свои бизнес-проекты. Отсюда и сложности с привлечением финансов. Поэтому на семинаре рассмотрят три ключевых момента. Как упаковать свой бизнес-проект, выбрать правильное финансирование и грамотно его презентовать. Если у нас есть проработанная какая-то фактура, у нас есть бизнес-план, финансовая модель проекта, у нас есть презентация. И самое главное, у нас есть, если этот проект нуждается в ресурсном обеспечении, подтверждение этого ресурсного обеспечения, и если инициатор хотя бы нам дает этот мандат, и мы можем его действительно продвигать, у нас подписано соглашение вместе, тогда действительно инвестор четко понимает, куда он приходит, с кем он будет работать, как будет его проект обеспечен ресурсами и так далее. Мы считаем, что это должно дать вот этот импульс, которого не хватало. Развитие инвестиционной привлекательности Западной Якутии начнется с форума. Именно здесь, считает представитель правительства республики Владимир Солодов, будет налажен прямой диалог между главами муниципальных образований и представителями малого и среднего бизнеса. А презентация главами районов инвест потенциала региона станет одним из показателей при оценке их комплексной работы, которая сейчас разрабатывается Министерством экономики. Также представитель правительства добавил, что с предпринимателями постоянно будет проводиться информационно-разъяснительная работа в этом направлении. Что касается предпринимателей, здесь важнее всего, наверное, меры информационные, чтобы довести полноту информации у имеющихся мер поддержки. Мер поддержки очень много, просто они иногда сложную структуру имеют, и не всегда легко понять и сориентироваться, куда обращаться, по какому вопросу, где подходит, где нет. Наша задача – довести корректную, точную информацию, чтобы было понимание, куда обращаться. А вторая задача, которую я вижу перед собой, вообще увеличивает количество предпринимателей. Для этого нужно с самого раннего возраста формировать основу предпринимательской культуры, объяснять ценность предпринимательского труда, повышать его престиж. Это системная работа, она не даст эффект мгновенно, но через 10-15 лет, когда сегодняшние дети, которые ходят в школу, а я бы сказал, даже в детский сад, когда они с правильной заложенной культурой вырастут, у нас количество предпринимателей может очень серьезно вырасти. Я избежу в этом долгосрочный серьезный потенциал. В Якутии до 2024 года реконструируют 15 аэропортов. На это выделено более 25 миллиардов рублей. Про транспортно-эксплуатационное состояние региональных дорог и перспективах развития воздушных гаваней говорили в рамках круглого стола сегодняшнего форума. Под общим названием «Снятие инфраструктурных ограничений. Основа развития экономики». Так, например, на сегодняшний день проектные работы аэропорта «Мирный» завершены. Сейчас информация находится на этапе экспертизы. Результаты, которые будут известны в сентябре. По данным руководства аэропорта, новая воздушная гавань будет принимать 300 пассажиров в час. Общий объем инвестиций в строительство более 22 миллиардов рублей. Строительство планируют начать в конце четвертого квартала. В 2022 году или в начале 2023 года строительство нового аэропорта в «Мирном» завершится. Как отметил глава республики Айсен Николаев, форум призван в первую очередь помочь представителям малого и среднего бизнеса, помочь в развитии их дела, расширении спектра выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Ведь в рамках форума предприниматели могут презентовать свой проект потенциальным инвесторам и возможность получить на его развитие финансирование. Так, например, решила поступить одна из мирнинских предпринимательниц Аида Богданова, владелица прачечной химчистки. Но пока услугами ее предприятия пользуются лишь в «Мирном» и «Ленске». Да и спектр самих услуг ограничен. Клиентскую базу нужно расширять. Так решила Аида и подготовила свой проект к презентации на экономическом форуме. Подробности в сюжете Ирина Балковая. От одной машины химчистки, установленной в гараже, до самостоятельного предприятия районного масштаба. Предпринимательский путь Аиды Богдановой был нелегким. Как это всегда бывает, сначала появилась идея. Начала свои услуги в 2011 году, поставила машину химчистки в гараже и начала чистить для людей одежду. В 2013 году получился такой бизнес-прорыв. Мы заключили договора с подразделением компании, расширили спектр услуг и привлекли большое количество населения города Мирного и вышли в довольно-таки устойчивое, безубыточное предприятие по услугам. Сегодня в прачечной химчистке расширяют спектр услуг, начиная от индивидуальной чистки одежды до уборки и дезинфекции квартир. К нам приезжали гости из Германии, Владивостока, Якутска, Нижнего Новгорода. И приезжали они к нам учиться, набираться опыта, перенимать последние передовые технологии. На сегодняшний день жителям нашего города, у них есть уникальная возможность пользоваться полным спектром услуг по химической чистке. Такой возможности нет даже у жителей города Якутска. Руководитель предприятия решила не останавливаться на достигнутом и уже в 2016 году создала филиал в Ленске, а в 2017-м услуги стали доступны и удачницам. Расширение требует средств, поэтому Аида Богданова решила представить свой проект на инвестиционном форуме «Западная Якутия. Новые возможности», который в эти дни пройдет в Алмазной столице. Главная цель, говорит, найти перспективного инвестора, с которым в дальнейшем можно расширить спектр услуг предприятия в Мирном, Ленске, Удачном и Айхале. Я понимаю задачи этого форума. Я хочу, чтобы инвесторам было представлять такого предпринимателя, которому действительно инвестору было бы интересно со мной работать. И хотела бы, чтобы этот форум привлек больше количества предпринимателей, чтобы мы все объединились и привлекли сюда как можно больше денег. Возможно, совсем скоро стиральные машины заменят огромные аппараты химической чистки, а едкие чистящие средства – новые технологии 21 века. Главное, есть перспективы. Ирина Балкова, Мария Урцева, Дмитрий Храмкин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за ключевыми событиями большого инвестиционного форума, который в эти дни проходит в Алмазной столице. Все самые интересные моменты смотрите в прямых трансляциях и наших информационных выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова